добрый день добрый вечер дорогие друзья давайте проверим связь и кто меня слышит скажите мне пожалуйста как меня слышно у нас сегодня интересная тема о сахарном диабете она конечно очень важно каждому человеку старше 40 лет потому что старше 40 уже считается у каждого есть риск развития сахарного диабета ну а также эта тема важна тем у кого есть родственники родные и близкие знакомые с сахарным диабетом потому что заболевание на сегодняшний день очень распространенная тема вебинара звучит как профилактика сахарного диабета мы знаем что а юридические средства нужны для профилактики для того чтобы сохранить здоровье здоровых и в то же время и для лечения хотя официально мы говорим о профилактике но для того чтобы составить план лечения нужно понимать основные механизмы развития заболевания поэтому давайте сегодня об этом и поговорим потому что я считаю что прежде всего самое главное это понимание того что происходит в организме если понимаешь что можешь строить уже тактику восстановление и так очень интересная цитата из баха халишья пурана которая была написана еще три тысячи лет назад до нашей эры и наступит такое время когда утратят люди любовь и превратятся в хищника за из лицемерия страх ненависть и злоба поселятся в их сердцах и тогда закроются всем ворот тела и придут всем болезни и не пощадят никого то есть как каких семи болезнях нас предупреждали предки еще пять тысяч лет назад так вот это болезни цивилизации которых в природе не было никогда вот они семь болезни атеросклероз рак сахарный диабет бронхиальная астма кломерулом нефрит рассеянный склероз и шизофрения и вот выпало нам жить в эту эпоху вы знаете когда мы были в индии с трада клуба то наши замечательные экскурсоводы пытались нам донести что индия сохранила еды и в индии всегда жили мудрецы которые говорили о том что нужно духовное развитие самое главное то есть было люди время когда люди знали что их основное предназначение в этом мире взращивать и распространять любовь мы с вами живем в эпоху кали-юги об этом тоже нам подробно объясняли в индии времена не выбирают в них живут и умирает значит мы чему-то должны научиться в этой кали-юги и научиться духовному развитию любви и терпимости всего самому доброму и научиться держать свое тело в порядке и защитить себя от вот этих болезней цивилизации аюрведа знала о диабете тысячи лет назад и согласно ей диабет представляет собой заболевание чрезмерных желаний сильнейшей жажды и чувства неудовлетворенности отсюда следует и методы лечения которые должны быть направлены на воспитание в человеке смирение удовлетворение и благодарности жизни духовные дисциплины плюс методы направленные на восстановление энергетики тела медитация юга пронояма и методы направлены на поддержание работы физического тела диеты и травы эти все должно быть в комплексе и если человек не работает над собой и думает что он может просто взять аюрведические пилюльки и излечиться полностью от этого заболевания это конечно иллюзия и очень странно когда люди приходят к нам берут у нас глюгард берут какие-то еще средства и потом приходит еще с наездом почему не помогает почему не восстанавливается сахар полностью как так ну потому что в первую очередь это духовное развитие и понимаете сахарный диабет это то заболевание которое действительно требует отчего дисциплины то есть когда мне ко мне приходят люди с сахарным диабетом я в первую очередь не тороплюсь назначать аюрведические пилюльки а расспрашиваю как человек живет и объясняю что все безалаберная жизнь закончилась появилось заболевание которое требует дисциплины требует выдержки терпения смирения и контроля то есть очень серьезного контроля то есть это то заболевание при котором уровень осознанности просто должен быть высоким и осознанность человек не должен терять аюрведа классифицирует диабет по 21 типу представляете как много но об этом нам расскажут аюрведические врачи а я расскажу стандартную классификацию сахарного диабета и давайте уже идем на физический уровень что происходит в нашем теле и так а мы знаем что в нашем организме есть поджелудочная железа ее называют ключ к здоровью и долголетию и беречь ее нужно как зеницу лока и она к сожалению начинают у каждого еще не угасать после 60 лет маленькая железа где-то 20 сантиметров в длину весит 100-150 грамм делится на три части головка тела и хвост и вот головка и тело поджелудочной железы вырабатывают ферменты для переваривания пищи для переваривания белков жиров и углеводов а хвост поджелудочной железы вырабатывает гормоны инсулин и глюкогон глюкогон это контер инсулярный гормон и вот посмотрите слева схему то есть как только мы съели какую-то пищу пища для нас источник питательных веществ и я на желудочно-кишечный тракт с помощью пищеварительных соков с помощью желудочного сока с помощью желчи с помощью ферментов поджелудочной железы эту еду должна расщепить на белки но вернее белки жиры углеводы расщепить до одного кирпича белки не думали на кислот жиры до жирных кислот углеводы то моносахарок до глюкозы это вся еда но расщепленная уже вот эти все кирпичики всасываются в кровь циркулирует в крае то есть и кровь это такая питательная субстанция которая доносит питательные вещества до всех органов или ткани и так уж устроен наш организм что для глюкозы нужен проводник то есть сама глюкоза она не может пройти в клетку но скорее всего это было сделано специально до чтобы клетка не переполнялась и энергии получала ее столько сколько нужно потому что именно с помощью глюкозы организме образуется энергия то есть глюкоза это субстрат для выработки энергии которого хватает часа на три то есть вот такое дровишка в клетках горит костер и образуется энергия и глюкоза это вот те дровишки которые надо каждые три часа подкидывать поэтому поджелудочная железа вот такой заводик которые вырабатывают инсулин и я вот здесь на картинках такой приятный понятный образ что инсулин он как ключиком открывает дверцу клетки сердце открыто и глюкоза заходит в клетку клетка радуется получает энергию то есть без энергообеспечения ни одна система ни одна клетка работать не может мы с не просто здорово мы живы настолько насколько в клетках есть энергия соответственно чем выше и в норме уровень энергии тем клетка здоровее диабет бывает двух типов первого и второго типа их еще разделяют первый тип это инсулино-зависимый второй инсулино-независимый но это разделение условно потому что инсулино-независимый диабет с возрастом переходит в зависим поэтому их просто называют диабет первого и второго типа и так что происходит при диабете первого типа то есть диабет первого типа это такое серьезное тяжелое аутоиммунное заболевание когда клетки поджелудочной железы вот астротилом рингарса вообще перестали вырабатывать инсулин ну как правило диабет первого типа манифестируется когда 70 примерно процентов клеток в этой клеток поджелудочной железы перестали вырабатывать инсулин почему они перестали это делать обычно чаще всего инфекция то есть когда я работала эндокринологом я видела что от чего у людей возникает диабет первого типа я видела после кори после ангины после гриппа тяжелого возник диабет я видела развитие диабета на фоне прививки акаде с двух подростков то есть очень было обидно и страшно и как правило это ослаблены уже подростки со слабым иммунитетом нездоровые и вот полудохой бактерии из этой прививки запустили развитие вот такого аутоиммунного заболевания в хвосте поджелудочной железы во второй распространенный такой фактор развития диабета первого типа это стресс то есть например у меня на учете были дети которые очень сильно испугались например одну девочку мы хотели украсть цыгане когда ей было четыре года она дрожала от страха вырвалась там ночевала где-то в поле в стогу пока ее не нашли родители и развился диабет первого типа а второй был серьезный случай такой когда мама весом больше 120 килограмм свою четырехлетнюю дочь насиловала едой то есть она заставляла ее есть взрослую порцию еды и детский организм не мог это переваривать ребенок все это вырывал потом мама говорила ну ладно и начиналось все снова и это было еще в ту эпоху когда не было хороших геноманифицированных человеческих инсулинов был инсулин свиной потому что наш организм больше всего похож на инсулин но на организм семьи и мы всеядные да и у нас похоже работают железы внутренней секреции и внутренние органы похоже немножко работа то есть не инсулин был не очищены низкого качества это девушка к 25 годам потеряла зрение из-за осложнения у нее были жуткие просто осложнения сахарного диабета и потом на этом фоне как несчастная любовь и она ввела себе флакон инсулина и мы ее уже не смогли спасти и была декортикация то есть кора погибла сразу же то есть без глюкозы клетки отмирают долго жить не могут и она еще неделю получилась получала полежала и спасти ее уже не удалось без коры и людей ниже то есть вот это насилие в детстве привело к насилию над собой в зрелом возрасте еще был такой очень тяжелый случай когда родители хотели развестись девочка подросток настолько тяжело это переживала что у меня в 13 лет развился диабет родители потом помирились не развились мою диабету ребенка уже вылечить не удалось ну и были такие случаи когда например муж и жена муж ее обожал просто она все-таки его бросила у него развился сахарный диабет то есть как бы две основных можно выделить причины по которой гибнут клетки поджелудочной железы инфекция причем инфекция которая запускает аутоиммунный процесс да то есть это не та инфекция которую вот человек заразился и организм организм исправился либо помогли вылечить а вот там и в общем то понимаете любая хроническая вялотекущая инфекция в организме может расцениваться как аутоиммунное заболевание то есть эта инфекция прижилась в организме организм не может с ней бороться вот таким естественным путем как работает иммунитет врожденный по принципу пришел увидел победил и начинается вот переход иммунитета на другую форму развития через выработку антител и начинается вот такое аутоиммунное заболевание когда своя иммунная система начинает разрушать вот хвост поджелудочной железы то есть что мы и вторая причина это стресс ну как правило вот две основные причины все остальное может быть отравление какое-нибудь тяжелое потому что клетки поджелудочной железы настолько нежные они очень чувствительны к любой интоксикации курение очень опасно когда сосуды повреждаются нет нормального кровоснабжения в пожилом возрасте бывают диабет первого типа на фоне склерозирования сосудов то есть атеросклероз сосуды поджелудочной железы сужаются от атеросклероза нет нормального кровоснабжения клетки погибают то есть по тем или иным причинам клетки погибают что происходит то есть нет вот этих ключиков которые вырабатывает поджелудочная железа соответственно сахара в крови полно клетку открыть нечего поэтому клетка голодная она тоже разрушается и погибает что происходит при диабете второго типа диабет второй типа диабет второго типа это вот как раз заболевание цивилизации то есть уже давно это отмечено и проверено что первобытные люди они как правило у них не было никакого сахарного диабета и до сих пор и на планете есть племена которые ведут такой первобытный образ жизни примитивные и у них тоже нет сахарного диабета то есть диабет второго типа но в первую очередь связан с избыточным и с избыточным употреблением продуктов которых в природе не было никогда то есть быстрых углеводов конфеток пирожных мороженых шоколадочек тортиков ну и так далее до рафинированной пищи белой муки очищенных круп и так далее то есть смотрите нам от природы досталась запасливая конституция с тех пор как человек бегал за мамонтом до сего времени организм особо-то не поменялся новые органы не выросли по новому работать не стали но поменялось все вокруг нас а как же у первобытный человек поймает мамонта ночна до запасать надо есть и избыточную еду надо запасать чтобы в период голода вот прожить на этих запасах расходовать эти запасы как только закончились периоды голода тут же мир охватила эпидемия ожирения сахарного диабета и метаболического синдрома то есть это заболевание вот чисто связано с неправильным питанием с перееданием с избытком быстрых углеводов которые еще другими словами называют диабетогенные то есть ведущие к развитию сахарного диабета потому что они очень быстро повышают сахар в крови очень быстро и вот смотрите человек съел что-то сладкое например съел какое-то пирожное у него это пирожное она не содержит клетчатки которая замедляет всасывание этих углеводов крови то есть быстрые углеводы значит очищенные значит они быстро повышают сахар в крови то есть человек съел или это пирожное или даже просто кусок белого хлеба там пиццы блинчики еще что-нибудь то есть сахар в крови раз быстро и поднялся организм не думает непорядок зачем так много сахара в крови и сразу начинает выбрасывать много инсулина чтобы этот сахар снизить поскольку инсулина выбрасывается много в ответ на быстрое повышение сахара в крови то этот сахар он быстро также и снижается он а как только он снижается организм начинает бить тревогу караул кричи то есть организм он сам себя регулирует и он бои ему не нравится и слишком высокий сахар в крови он его регулирует но особо он боится очень низкого сахара в крови гипогликемии то есть в ответ на один инсулин который снижает сахар в крови организм имеет 4 4 контр инсулярных гормонов то есть организм так сильно боится остаться вообще без сахара то есть как только сахар снижается организм пугается что делает для организма это стресс то есть он выбрасывает адреналин гормон стресса который повышает сахар в крови потому что стресс для организма это что эта ситуация когда надо либо бежать либо сражаться то есть мышцам нужно энергообеспечения и как только стресс то вот этот вот адреналин способствует тому что все запасы гликогена то есть организм запасливые и на случай вот голода еще чего-то стресса этого же вот этот же сахар виде такого киселька он лежит в печени и в мышцах вот под действием адреналина вот эти запасы быстро выбрасываются в кровь поджелудочная железа хвост поджелудочный как я говорила уже вырабатывает инсулин и глюкогон то есть это гормоны антагонисты то есть поджелудочная начинает сразу вырабатывать глюкогон который блокирует инсулин еще два контр инсулярных гормонов включается и плюс еще появляется вот такой дикий аппетит и человек начинает что то есть да и сахар у него опять повышается поймем после снижения до сахара идет опять повышение и поскольку повышается аппетит организм боится то человек начинает переедать раз он переедает это все откладывается в жир клетка ожиревает и клетка уже не может нормально воспринимать этот инсулин и инсулина получается в крови больше норма да и организм тоже начинает защищаться от этого избыточного инсулина тем что ломаются рецепторы вот эти как бы замочные скважины на клетках таким образом диабет 2 типа это когда вот этих ключиков инсулина в крови больше нужно а замочная скважина поломанная клетка не может воспринять вот этот вот инсулин клетка не открывается она голодная разрушается и итог тот же самый что диабет 1 типа что 2 я еще раз это объясню то есть вот смотрите что происходит неудержимая тяга к углеводам приводит к перееданию потом скачок сахара в крови потом выбрасывается слишком много инсулина глюкоза потом превращается в жир который откладывается сахар в крови падает ниже нормы опять неудержимая тяга к углеводам вот он порочный круг то есть таким образом формируется метаболический синдром то есть это сочетание ожирения повышенного сахара повышенного давления повышенного холестерина ну плюс еще ожирение печени плюс у женщин вот этот избыточный инсулин и нарушение чувствительности тканей к инсулину способствует развитию поликистоза яичника очень высокий риск развития онкологии и вот эти вот скачки то повышается сахар то снижается приводит все это к старческому слабоумию то есть раньше считалось что метаболический синдром это только вот 4 то есть ожирение диабет гипертония теросклероз сейчас уже поняли что это ожирение способствует развитию гораздо более тяжелых и большему количеству заболеваний в нашем организме то есть вот еще раз смотрите начинается все с избыточного употребления углеводов и казалось бы безобидно то есть но все же так живут утро встал что съел кашку как правило что спрашивают что у вас на завтрак овсяная каша или там рисовая каша или макароны но все быстрые углеводы ну овсяная она особенно хлопья овсяная не нужно отнести тоже быстро углеводы плюс кусок белого хлеба с маслом до пришли на работу потому что конфетки печенечки перекусить чайку попить конфетка с печенечкой в обед ну можно нормально поесть потом опять перекусил конфеткой сколько я ешь у по разным регионам читаю лекции когда приезжаю в любой офис в любом регионе что там на столе конфетки печенечки быстрые углеводы вот вечером пришел домой и нужно что-то сладенького к чаю что конфетку печенечка какую-то выпечку зубу стресс еще снять сладенькая и а вот это вот казалось бы безобидную я уже бывают знаете людей останавливаю когда мы выезжаем куда-то на какое-то мероприятие я вижу человек с диабетом или сахар там на грани тянется к чему-то сладкому я говорю куда нельзя ну к чаю ну это же к чаю так вот все это приводит к тому что сначала сахар в крови повышается в ответ на это выбрасывается инсулин сахар снижается это дает повышенное чувство голода человек переедает то что он переел откладывается в жир а поскольку инсулина вырабатывается больше норма а инсулин это анаболический гормон то есть он способствует набору массы тела то есть когда-то раньше вот ослабленных совсем больных людей детей особенно после тяжелых болезней их и подкалывали там по 4 единички инсулина но чтобы массу тела набрать побыстрее то есть в организме циркулирует инсулин повышен это анаболический гормон и он способствует тому что все что человек съедает тот же откладывается в жир вот иногда говорят про людей кто-то есть много и про него говорят у них в коня корм то есть если не там стеет а кто-то вот немножко съел и она сразу в жир отложилась почему потому что избыточный инсулин в организме и этот же инсулин блокирует распад этого жира и дает чувство голода вот иногда люди говорят боже я так есть хочу я и ночью есть хочу и днем есть хочу почему это есть хочу гипер инсулин и меня и меня это в крови инсулин в крови гипер избыточное количество инсулина в крови дает повышенное чувство голода и способствует тому что все что съедено тут же откладывается в жир блокируется распад этого жира повышенный аппетит а вот опять же скачки перепады вот этого сахар то повышается резко то понижается все формируется так называемый паразитирующий жировой орган который сам себя поддерживает сам себя наращивает таких-то просто неимоверных размеров вот сейчас по телевидению идут такие передачи там взвешенные люди вот свадебный размер это же смотришь диву даешься вот до какого размера в организме может накапливаться жир то есть человек может весить и 100 килограмм и 150 и 200 и 250 и есть даже 300 то есть пределов нет потому что паразитирующий жировой орган он поддерживает сам себя и с ним бороться можно только вот путем осознанности и строгой дисциплины и в таком случае люди издают кровь на сахар и так у меня сахар даже ниже нормы так это плохо когда сахар ниже нормы это значит инсулин выше норм это вот есть как раз вот это гиперинсулин и не и конечно это вот очень опасно и вы знаете я когда была на курсах эндокринологов нам рассказывали такую ситуацию вот например эстония и финляндия они рядышком у них финно-угорские корни и одно время часто ездила по и по прибалтике и эстонцы говорили выпиши и литовцы они к нам вообще никто наши братья силы у них языки похожи они друг друга понимают так вот похожий народ похожие условия ну как бы климатически финляндия самое большое количество больных диабетом на душу населения в эстонии все норме почему потому что финляндии хороший образ жизни вот как запретишь людям есть то что у них в изобилии и тогда даже проводили вот такие соревнования среди хуторов на лучшие показатели по здоровью по по сахару холестерину и так далее то есть болезнь цивилизации плюс еще такая вот знаете болезнь начальников которые ну как бы считают себя уже полу богами считают вот позволить себе там наесться напиться всего хорошо живу могу себе позволить почему и вы знаете вот японцы умные люди да у которых на сегодняшний день лучшие технологии по сохранению здоровья а просто запреты вели стране на ожирение там была такая интересная история молодой человек рассказывал что к 30 годам он так хорошо успешно развился в бизнесе и вот эта расхлябанность и распущенность уже какая-то вседозволенности а царь и бог привела к тому что он весил уже за 120 килограмм начала работать с японскими партнерами и однажды вот в японии в командировке разговаривая со своим партнером вдруг спросил как вы считаете я бы мог возглавить компанию в японии ему тут же ответили нет почему потому что я не знаю японского языка нет вы слишком толсты вы не можете даже управлять своим телом кто вам доверить компанию мудрые люди просто по закону запрещено иметь ожирение таким образом вот смотрите если коротко вот самая простая схемка слева она мне больше всего нравится я ее обычно рисую когда нужно быстро коротко объяснить чем отличается диабет 1 2 типа вот мы видим клетку да на клетке как антенки рецепторы и гормон с рецептором взаимодействует как ключ самку то есть вот инсулин соединяется с рецептором дверь открылась глюкоза зашла в клетку клетка света это норма диабет 1 типа нет инсулина все дверь закрыта глюкоза не поступает и диабет 2 типа и инсулина больше нормы но ломаются рецепторы опять же инсулин не соединяется с рецептором дверь не открывается глюкозы в крови полно клетка голодная то есть в итоге заболевания начинаются по-разному но результат тот же самый просто диабет 1 типа обязательно нуждается в инсулине потому что это уже заместительная гормонотерапия но он без которой человек просто погибнет и слава богу что мы живем в ту эпоху когда есть генетически модифицированный инсулин или можно подобрать заместительную гормонотерапию которая имитирует нормальную секрецию инсулина в нашем организме то есть длительный инсулин обеспечивает такую базовую секрецию которая всегда есть и с помощью короткого инсулина подкалывая его перед каждой едой нужно имитировать вот как это в норме происходит то есть как только в организме поступают и на поджелудочную тоже выбрасывает инсулин то есть мы говорим что дебе ну в организме внуками все железы работают на автопилоте то есть зависимости от того что съел как съем поджелудочную автоматически выбрасывает инсулин диабет первого типа это то заболевание которое говорит о том что сломался автопилот переходи на ручное управление и действительно диабет первого типа это образ жизни что такое ручное управление это измерил сахар в крови посчитал количество там хлебных единиц сколько съедается и подколол инсулин и все хорошо и люди с диабетом первого типа более сохранен которые хотя в начале но боятся этого инсулина до до полусмерти хотела все равно не другого выхода как переходить на инсулин но опять же смотрите это заместительная гормонной терапии то есть поджелудочная железа думаю клево а зачем свой инсулин то вырабатывает если он поступает извне и вот если человек уже долго живет на инсулин допустим лет 10-15-20 я работала эндокринологом я видела что люди живут годами на заместительной гормонной терапии потом умирают я буду на вскрытие смотрю мне патонатом показывает видишь вообще нет хвоста поджелудочной железы нету вообще атрохироваться за ненадобности то есть организм он экономный все что надо он как бы атрохирует диабет 2 типа в основном люди живут на таблетках и как бы спокойно относится к тому что сахар 8 9 подумаешь как он должен быть норме 3 3 5 и 5 только выше все развивается глюкоза токсичность то есть сосуд пропитывается сахаром и как бы засахаривается а кровь это питательная среда транспортная система которая должна донести материал для образования клеток для энергии а тут сосуды сузились на дороге пробка клетки не получают энергию они погибают я вот в какой-то момент работа эндокринологом я поняла что больные на таблетках у них прогноз вот у второго типа гораздо хуже потому что нет контроля нет осознанности они позволяют тебе еще есть что попало как попало там типа я все равно все и что что и они погибали на самом деле быстрее и осложнения развивались тоже быстрее то есть например если я приходила в хирургию и там 10 человек больных с диабетом поступила на ампутацию нижней конечности по поводу гангрена то 1 на инсулине 9 на таблетках то есть люди не контролируют сахар осложнения развиваются быстрее какие осложнения вот тут еще видите на картинке отличия как начинается диабет вот диабет первого типа это считается диабет молодых быстрое развитие и только инсулинотерапии 9 2 типа это диабет людей зрелого возраста людей полных медленное развитие таблетки потом переход на инсулин но сейчас все молодеет к сожалению все заболевания молодеют вот 20 там шесть лет назад я закончил медицинский институт там начала работать через год эндокринолога и врачи и педиатры которым на то время было уже 70 лет они говорили ты знаешь мы всю жизнь проработали педиатрами мы никогда не умели лечить диабет у детей а не было не было диабета у детей и роте сейчас его полно и когда я еще работала и ездила на курсах нам показывали вот как казуистику просто смотрите ребенок вот 12 лет они у диабет 2 тип а потому что толстый переедает вы видите доктора вот оказывается какую бывает и мы сейчас такое большое количество жирных детей детей диабет 2 типа болезни цивилизации уже что и вот опять же вот это понимаете расхлябанность и халатность что люди думают инсулин это тяжело а таблетка фигня вообще вопрос не буду контролировать сахар не буду считать хлебные единицы не буду заниматься физически ничего не буду делать а итог настолько печальный и вот смотрите синие и синяя картинка да что сначала начинается вот переедание да потом нарушение толерантности глюкозе то есть нарушается чувствительность ткани к инсулин потом дебютирует диабет 2 типа и через 6 лет уже переходи на инсулин и дальше все поджелудочная железа истощилась и уже нет но симптомы какие смотрите тут их многое связано ни с чем а сколько я занимаюсь кемосканированием не легче на примере объяснить вот вы видите вверху карма написано это кровь под микроскопом вот они эритроциты по отдельности переносит кислород сей поверхностью вот самый тонкий сосудик капилляр равен диаметру эритроцита один эритроцит легко пройдет капилля все хорошо организм здоров это нормальная кислотно-щелочное равновесие а влей в такую кровь стакан сахара все кровь густая и вязкая как сахарный сироп со всех стенка сосуда пропитывается сахаром как бы засахаривается и вот такая густая вязкая кровь не может пройти за сахаренный кровеносный сосуд и страдают органы самым тонким капиллярным кровотоком это в первую очередь что глаза пучки нервная ткань руки-ноги и по сути это страдает каждая клетка потому что страдает кровоснабжение каждая клетка должна получать питание и вещества для выработки энергии нет этого все клетки погибают и там где самые тоненькие сосудики погибают в первую очередь вы знаете одна однажды я была каком-то регионе и не так говорят ой галина николаевна на урале я была сейчас женщина придет она вообще миллионерша и там такой бизнес вы ей пожалуйста делите внимание вот я как-то это и забыла тут же но я ко всем одинаково отношусь какая мне разница приходит женщина такого простого вида в длинной юбки так просто надето с чернозем под ногтями говорит я сдачи ну такая властного просто я объясняю рассказываю мне диабет еще недавно начался избыточная масса тела ну вот таблетки не следить за собой есть что попало как попало вообще и она мне говорит доктор выписываете мне все что хотите это все равно пить не буду у меня такого добра полно стоит я покупаю и не пью и куда ах так я вам расскажу я вам расскажу я 15 лет работала эндокринологом расскажу что происходит вот с такими как вы расхлябанными и халатными которые вообще не хотят следить за своим организмом я вам расскажу как я работал вместе с хирургами и не мне говорили что я от этих диабетиков он посидел уже есть потому что я знаю что поступает человек с гангреной на мизинце а ему надо ампутировать уже ногу выше бедра а через полгода и через месяц придется удалять стопу там через месяц два до коленки а потом все равно выше коленки просто берем и сразу удаляем выше колени ногу а через полгода и через год вторую потому что сосуды уже все засахарились произошли необратимые изменения как люди дико просто страдают от того что во-первых теряется зрение потом начинается галукома и головные боли такие сильные что люди соглашаются на ампутацию глаз и как они долго и мучительно умирают от тяжелой почечной недостаточности потому что все сосуды засахарились кожа покрыта трофическими язвами трофа это питание нету питания ткани отмирают и в господи и смерти нет людям кажется то подумаешь я вот буду так вести себя как хочу там на 10 лет меньше прожил да если бы а тяжело и мучительно месяцами умирать от почечной недостаточности опухать там почки не работают троится ацетоном и вообще в общем мы врачи пугаем потому что люди безответственны они думают что самое плохое случится не с ними а мы насмотрелись и мы знаем и мы знаем что будет дальше если ничего не делать то есть ну вот вы видите здесь какие осложнения что приход происходит необратимые изменения в стенках сосудов и нервов нарушается подача крови функция нервов то есть тело отмирает нервный вкус не доходит плюс еще сладкая вот эта среда на которой любая мхекция размножается и это соединение там не дай бог диабета и туберкулеза это просто неизлечимо и опухоли люди бывают не не задумывается вот они думают опухоль с неба упал а 120 килограмм место это не причина для развития опухоли вырабатывается вот именно такая среда на которой вот эти опухоли аж бегом просто размножаются и поэтому 40 лет уже надо проводить диагностику ну во-первых стандартно это сахар в крови и сахар в мочи но более правильный анализ это анализ крови на цепи цепи тит это предшественник инсулина либо сейчас лаборатория делает просто можно инсулин определить сколько поджелудочная вырабатывает инсулин и из этого анализа строится тактика лечения и прогноз то есть если поджелудочная вырабатывает мало инсулина или ближе к нижней границе нормы значит это диабет первого типа и здесь надо бы сдать уже антитела к инсулину посмотреть не повышены ли они потому что как я говорила диабет первого типа этого таймонное заболевание и вот можно определить количество антител и уже следить чтобы они уменьшались то есть 70 процентов клеток при диабете первого типа погибло но 30 то осталось да и как-то нужно постараться их регенерировать организм то наш он регенерирует ему только подавать строительный материал энергию транспорт антиоксиданты и так далее и анализ крови а а если цепи тит выше нормы или ближе к верхней границе нормы значит вот это диабет второго типа срочно нужно снижать и и анализ каравина гликированный гемоглобин он показывает ну вот как компенсацию сахарного диабета потому что кровь из пальца она не всегда показательна ну вот и соответственно вот из этих анализов врач подбирает сахароснижающую терапию опять же по поводу сахароснижающей терапии есть таблетки для снижения сахара в крови а они делятся на две группы то есть это препараты сульфаниума члены и бигуаниды сейчас это препараты группы метформина то есть они совершенно по-разному действует на почвучную железу препараты сульфаниума члена они вот как хлыст действует на поджелудочную говорят вырабатывая больше инсулина и если это диабет вот таких пожилых ну допустим у худых людей да но у которых вот сосуды уже склерозируется поджелудочная не получает питание клетки отмирают это как бы оправданно но вот тут тоже врачи немножко недавно рассказывали такой случай эти же бабушки сидят на лавочке обмениваются своими диагнозами и вот одна соседка с диабетом вторая просто слегка пухленькая без диабета пришла в гости попили там чай с булочкой решили проверить есть сахар в крови он у него после там еды был повышенный соседка там дала и вот этот кнут для поджелудочной манинил у нее резко сахар упал откачали второй раз она выпила сразу тоже две таблеточки чем мишкики маленькие вот тут уже была прямо гликемическая кома уже еле откачали то есть нельзя самостоятельно ставить себе диагнозы диагнозы обмениваться болезнями и таблетками опасных понимаете можно выпить пузырек этого манинила и вообще не проснуться то есть очень опасно когда сахар ниже нормы мозг не получает питание он отмирают происходит декортикация сердце не получает питание работать не нужно а то есть две группы сахароснижающих таблеток одни действуют как кнут на поджелудочную вторые а восстанавливают чувствительность ткани к инсулину то есть вообще не действует на поджелудочную железу и вот тоже расскажу вам историю интересную я уже работала эндокринологом приезжая на курсы повышения квалификации нам рассказывают произошли изменения в патогенезе сахарной диабета второго типа и думаю что что значит произошли изменения в патогенезе патогенез это врачебное мышление то есть врач понимает что заболевание строится вот таким образом развивается это патогенез рождение патологии строится тактика лечения так вот оказывается пять лет каждые пять лет происходят изменения в патогенезе диабета как нам сказали в тот раз и оказывается то лечение которое существовало не помогает потому что и помочь не может вообще то есть мы были студентами нам объясняли да две группы препаратов для лечения диабета 2 тип одни это вот препараты сульфамил мочевины манинил диабетон грибинкломид 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 вот эти вот на вторая группа это они назначаются очень токсичные назначаются вообще редко редко если у человека вес там за 130 120 килограмм но лучше вообще не назначать у нас так учили мы всем шарашили вот этот манинил диабетон грибинкломид всем подряд и смотрим сахар не снижается никак вообще и как в норму не приходит что делать вообще потом уже много лет прошло приезжая на курсы объясняют такую ситуацию и говорят это была фактическая диверсия компании которая выпускает препараты сульфамил мочевину против компании которые выпускают бегу они то есть компания которая выпускает вот эти препараты сульфамил мочевину оклеветала компанию которая выпускает бегу они и более чем на 15 лет больным диабетом 2 типа остались без правильного вообще патогенетического лечения я хочу знать если ушам не верила господи то есть и сделаю все что я здесь делаю мы до сих пор не понимаем что происходит в нашем организме чем дальше углубляемся в биохимию разбираем тело по молекулам тем меньше начинаем понимать произвели какие-то химические препараты считаем себя вообще умнее всего на планете пытаемся грубыми химическими препаратами вмешиваться туда куда они надо вмешиваться еще и неправильно и потом еще а потом говорят вот ренессанс бегу они да и появилась группа метформина сила форы и там где нарне там и иже с ними то есть диабет второго типа поджелудочная железа вырабатывает больше нормы инсулина человеку дают таблетку которая еще больше вырабатывает инсулин либо инсулин и сахар не снижается он не может снизиться наоборот человек жиреет жиреет толстеет это жуть вообще и вскоре после этого я поехала в финляндию на три месяца там работала и я думаю класс я еду европейскую страну ну да финляндия недалеко от нас но там такой уровень медицины типичный как европейской стране сейчас я у них научусь там лечить сахарный диабет я пока так разочарована мама дорогая все то же самое только намного медленнее и хуже вообще не там еще знакомая была с диабетом которая смотрю врач наблюдает у нее утром сахар нормальный днем повыше вечером вообще высокий ей дают таблетки от диабета она год болеют они все осложнения на лицо она ей как сказать и три раза день три раза в день контролирует все делает вообще еще инсулин там немножко подкалывают вот эти таблетки пьет я говорю боже я с таким сахаром если ты пришел ко мне например я в те просто не отпустила я бы вот тут же в этот же день вы бы тебя положили стационаре тут же начали копать и что-то делать хотя бы такую-то острую помощь она звонит своей медсестре то говорим хорошо через месяц я запишу к вам вас к врачу ждет месяц в декомпенсации приходит к врачу то действительно нужно в стационаре через месяц в итоге потом ее вообще посадили полностью на инсулин она разжирела за год до неимоверного размера сколько я не объясняла не пыталась объяснить не смогла но не афинский врач мы думаем что сейчас пойдем к врачу таблетку могу не здоровы физкультура контроль дисциплина вот гипогликемии вот гиподинамия сидячий образ жизни в организме запасы глюкозы зачем чтобы человек бегал за мамонтом бегал там сутками пищу себе добывал если вдруг нечего поесть и запасы из расходов то есть скелетная мускулатура способна утилизировать 5-10 раз больше глюкоз даже чем печень а тут печень оживляет у диабета 2 типа вообще ничего не может утилизировать и запасы некуда уже положить жиром забита поэтому хлебные единицы нужно считать вообще как очень наш просто и когда мне люди приходят и вот диабет доктор дайте аэроидическую пилюльку вы считаете хлебные единицы хлеба вообще не что такое хлебная единица не знаю почему вы не знаете что такое хлебная единица да это в первую очередь нужно разобраться и понять что такое хлебная единица и как очень нас считать эту хлебную единицу потому что сахар в крови повышается только от углеводов значит эти углеводы нужно как-то считать чтобы и надо их питание так распределить чтобы их было сегодня столько завтра столько послезавтра и так далее распределить равномерно на 6 приемов пищи если вы это не будете делать какая таблетка какая юридическая пилюлька вообще может помочь контроль дисциплина физкультура правильное питание снова основу и вообще полное исключение быстрых углеводов вы знаете я тоже жила как обычный человек пила чай с сахаром ела там печеньки конфетки шоколадки после того как год поработала эндокринолога мы с медсестрой тут же перестали пить сладкий чай и сократили там до минимума вообще потребление углеводов вообще и и быстро в частности то есть мы насмотрелись за год она 15 лет я вот так вот насмотрелась и поэтому послушайте лекцию константина борисовича про быстрые углеводы там все понятно и что можно диабетику полезно и здоровым с этим обязательно нужно разобраться и глюгард конечно это счастье что у нас есть потому что во первых снижает вот эту тягу группе легких углеводов вот этот порочный круг разрывается там улучшается утилизация глюкозы снижается ее сахар то есть глюкоза идет на работу внутренних органов на работу мышц да на работу сердца и так далее и восстанавливается чувствительность ткани к инсулину и плюс поджелудочная железа начинает лучше работать даже если это диабет первого типа и улучшается жировой огни соответственно вес нормализуется поэтому не надо ждать пока вот вот это ожирение приведет к развитию диабета надо вес контролировать на сегодняшний день у эндокринолога на приеме должна быть сантиметровая лента и чем выше талия тем ближе к диабету то есть ни в коем случае нельзя допускать развития вот этого жира на животе и особенно тоже вне на паузе когда развивается так называемый климактерический метаболический синдром то есть контроль и осознание понимаете еда как тренажер осознанность что я кладу себе в рот и зачем вот и конечно глюгард очень хорошо помогает ознавать гуку лаксом вместе тоже было вот вопрос что человек пьет наши препараты и часто слишком опорожняется кишечник да слава богу иначе бы это все в жирах откладывалась вот и уменьшает последствия как раз избыточного потребления углевода помогает хром поддерживать которые тоже препятствуют развитию диабета усиливать действия сахароснижающих средств помогает с ней из действия лекарств то есть вот средства просто потрясающие причем изучено же как хорошо вот смотрите коротко индийское дерево кину называют растительный инсулин то есть вот такое гипогликемическое антидиабетическое действие препятствует усвоению глюкозы в желудочно-кишечном тракте то есть просто вот обволакивает не дает усвоиться лишней и тоже повышает частичность ткани к инсулину плюс нормализует жировой обмен антиоксидант ускоряет скорость обмена веществ вот джемнем на джемнема разрушитель сахара тоже естественный разрушитель сахара препятствует поступлению глюкозы опять же из кишечника в кровь и снижает потребность сладком воздействие на рецепторы языка и поддерживают производство инсулина то есть увеличивает проницаемость для инсулина пособничать в регенерации бета-клеток у больных диабетом первого типа понимаете это же бесценно то есть как я говорила 70 процентов клеток погибли но 30 осталось я вам сказать слива тоже понижает сахар в крови без побочных действий антиоксидант и вот это дыня горькая она очень хорошо изучена то есть тоже несколько противодиабетических веществ инсулиноподобные протеин вот такой протеин белок до инсулин п политотипы тоже действия подобные инсулину вот еще стероидное вещество гипогликемическое средство тоже потрясающее растение амла сильно антиоксидант защищает поджелудочную железу и тоже помогает вырабатывать и инсулин и еще предотвращают ухудшение зрения за диабет куркума тоже известные свойства стабилизировать сахар в крови и восстанавливать метаболические процессы ну и и награда людям за отсутствие растений в горах которые приносят плоды то есть видите опять же запустить поджелудочную железу надо дать ресурсы и но откуда мы знаем какие там точно витамины нужны и какие точно минералы в какой пропорции и даешь вот все клетка сама возьмет что и надо да остальное распределить вот это вот поджелудочной железе это печень это сердце это почкам поэтому просто как идти дива дивная бальзам панацеид всех болезней андрографис вот как я говорила диабет первого типа это аутоиммунное заболевание а это иммуномодулятор такую растительный антибиотик противоинфекционное мощное действие антидиабетическая масса вот просто лечебных действий даже вот этот пажитник вот это шамбала ее вообще хорошо иметь дома дополнительно просто как специю тоже и как пряности и как лекарство тоже для нормализации обмена веществ у больных диабетов кроме того при диабете понимаете там же они соседки поджелудочная железа и печень и печень всегда страдает хоть диабет 1 типа хоть 2 при втором она вообще ожиревает поэтому не может нормально работать печень утилизируется способность способность утилизировать глюкозу снижается в три-четыре раза и практически у всем больных диабетом есть отклонения в печи поэтому их в паре лечат обязательно поджелудочную и печень поэтому либо блеск комплекс тушь потрясающий и вот жива на блеск опять же наш доктор любимый нитин агровал он тоже рекомендует сочетать глюгард жива на блеском потому что он очень хорошо помогает при диабете масло черного тьмина используется много веков при диабете в традиционной индийской системе тоже ценные сахароснижающие свойства это доказано исследованиями и про улучшается инсулиноиндуцированная сигнализация поэтому базовая программа вот глюгард либо близ жива на близь причем сколько раз еда до столько раз глюгард или в облиц то есть конечно это когда основные приемы пищи то есть три-четыре раза в день жива на близь тоже можно один-два раза в день зависимости от степени тяжести от осложнений так далее понимаете а почему так подробно рассказываю патогенез потому что нужно не просто вот дать людям программу пей вот это а потенчок надоело это пить и все забросил надо вот разобраться чтобы человек сам понял что происходит в организме умел сам составлять программы понимаете поэтому глюгард либо близчиво на близь это просто базовые комплексы вот пить пить и пить просто можно вообще без перерыва постоянно либо длительно зависимости опять же от возраста от того сколько времени это диабет уже какие там усложнения то есть каждом конкретном случае индивидуальная дозировка но и дополнительно то есть диабет бьет по сосудам по нервной ткани поэтому дополнительно еще вот кардио близ близнею диабет бьет по почкам поэтому дополнительно урегард зрение падает поэтому энерго близ детоксикация нужно проводить и вес нужно снижать поэтому вот очень хорошее сочетание гуглакс когда восстанавливается микрофлора в кишечнике она помогает утилизировать сахар потому поэтому за микрофлорой тоже у google как надо следить поэтому и у близ и трифалакс если там запоры есть тоже обязательно трифалакс если это диабет 1 типа вместе с иммуноблизом сочетается в общем понимаете диабет то заболевание которое бьет по каждой клеточке вместо здорового нет в организме поэтому можно практически всю продукцию амланаша со специями просто вкусно и замечательно такая закуска таким образом рекомендуемое лечение по иурвегии в отличие от современной медицины направлено не только на поддержание уровня сахара но и на омоложение тела что гарантирует отсутствие дальнейших осложнений и аюрведическое лечение этого заболевания основан на изменении образа жизни человека все уже начался диабет нельзя продолжать жить так как жить надо меня образ жизни и аюрведа тоже рекомендует вести здоровый образ жизни омолаживает клетки помогает улучшать выработку инсулин большое внимание психологическим аспектам и лекарственные средства способствует правильному функционированию всего организма и заключение еще такая забавная история однажды к боткину сергею петровичу знаменитому терапевту обратился один из очень богатых купцов страдающий диабетом второго типа ожирением гипертонической болезни то есть метаболическим синдромом он предложил большие деньги известному профессору но боткин сказал что он возьмется за его лечение только при одном условии купец должен поменять свою одежду на рубище странника взять котонку с хлебом и не копейки денег и босиком отправиться в одессу где его и будет ожидать боткин если уже он нарушит эти условия врач не будет его лечить купец был сильном шоке от услышанного но поскольку у него не было иного выхода ибо болезни считались неизлечимыми впрочем как и сейчас да он вынужден был отправиться в путь по дороге в одессу он просил подаяния останавливался на челек в различных деревнях в конце концов достиг одессы надежды на помощь известного доктора боткин осмотрел его и спросил зачем он явился к нему если он является совершенно здоровым человеком купец удивился однако не признаков ожирения не диабета не гипертонической болезни то есть метаболический синдром диабет второго типа лечится коррекцией веса и ничем если вес остается тот же самый или продолжаем спасибо вам за внимание я вижу вопросы она наталья если вам нужна табличка продуктов то я вообще видите я много чего пролистнула наша компания выставляет презентации в личном кабинете вы можете это посмотреть почитать спокойно вот это да группа кликированные гемоглобин 5 3 при нормальном весе это нормально понимаете сейчас к лаборатория по-разному делает анализы в зависимости от реактивов от метода производства анализа норма может чуть-чуть там немножко смещаться 5 3 это нормальный кликированные гемоглобин а ну что такое хлебная единица это от 10 12 грамм углеводов ну хорошо спасибо всем за внимание немножко задержала лекции будут вопросы пишите на почту а вот здесь страдает бабушка мама сын ну как побороть тягу к сладкому почему она непреодолима осознанность в первую очередь тренажер осознанности понимаете просто но не должно быть думаю сладкого потому что приходишь с работы домой понятно немножко устал да и ну дешевле там немножко если что-то сладкого обязательно съешь хотят шепнешь если это сладкого нет походил понудился морковку почистил съел и успокоился то есть меньше себе потакать на самом деле это больше психологическая зависимость а физическая она корректируется вот как раз глюгард с гуглаксом и те кто люди у нас пьет глюгард и гуглакс они отмечают ну вообще классно если раньше вот вообще тряслось просто руки тряслись там же шоколадку смотреть не мог сейчас уже вот так равнодушно просто тело насыщается питательными веществами но согласно я светлана что мы прививки это это очень страшно это это вообще страшно стало сейчас вот сегодня информация что выбрали девушку на евровидении она в инвалидской инвалидной коляске родилась здоровым ребенком сделали прививку и она перестала расти стал ослабеть с тех пор в инвалидной коляске и понимаете прививки это тоже как бы палки о двух концах тут допустим такое заболевание как остальные ли да тут легче делать прививку чем не сделать потому что но невозможно вылечить заболевание поэтому в первую очередь вот надо избирательно смотреть какие прививки можно делать какие нет я вообще очень боюсь а кдс потому что я видела как после а кдс у детей развился сахарный диабет и ревматоидной артрит вот и но это были очень расслабленные дети то есть детей укреплять и вот альтернатива как бы прививкам муж или же наши предки не было никаких прививок альтернатива прививкам это здоровый организм здоровый образ жизни здоровый иммунитет поэтому нас есть аэровидические средства и надо смотреть вот выборочно что-то из прививок можно делать что-то прямо страшно диагностика второго типа это главное анализы то есть вот анализ крови на цепетит или анализ на инсулин то есть посмотреть как работает поджелудочная железа сколько инсулина она вырабатывает и потому что симптомы они не бывают все подряд они могут быть выборочно 12 могут требовать и не бывает описывается как правило что вот и это может быть и это или это но не обязательно штучек вот все должно быть поэтому просто по симптомам но как бы не определишь для этого и есть лабораторная диагностика и собственно чем учиться если 21 век на дворе даже можно инсулин определить поэтому есть избыточная масса тела есть риски развития диабета допустим в семье есть больные диабетом а вот инфекцию куда перенесли ли стресс перенесли или вес как-то вот колеблется то слишком нарастает то уменьшается вот какая-то жажда дату лучше пойти провериться лишний раз и на основании анализа причем вы знаете до сих пор есть вот такая сахарную нагрузку практикую и я не понимаю зачем честное слово потому что раньше вот всегда в эндокринологии чтобы подтвердить диагноз определить были нагрузочные пробы то есть даешь нагрузку на органы смотришь